Ребята, у нас уже полдня прошло, за окном темно, 5 часов вечера, как я люблю лето, когда еще светло в 7 вечера. Ну, в общем, имеем то, что имеем. Я хотела сказать, вы знаете, что меня делает счастливой в работе? Это то, что я просто буквально чуть ли не плачу слезами счастья, имея среднечков и видя их развитие. Понимаете, нас ориентировали в Россию на каких-то вот кисиных. Я Женю Кисина люблю, слава богу, что он пришел в нашу жизнь, и мы можем его слушать и как бы по нему учиться, да, выступлением, динамике, артикуляции. Но нас никто не любил учить среднечков. То есть вы реально, вы даже не представляете, вот если представить, например, вот взять в руки вот всех людей, ой, эти неспособные, там, выпускаешь руки, выпускаешь, там, может быть, техники нету, внимания нету, медведь нахуй наступил, так вот выпускаешь, русская. А потом остается вот, как вот у меня мальчик, китайский мальчик, Альфред, он просто шикарный. И вот оставляешь его. Все. Дальше что? Ну, наша студия большая, 40 человек, даже если 12, один. Получается, я должна ждать этого ученика, там, в понедельник, вот у меня вот счастье, а потом остальное такое сижу, такая. Опять пришел там какой-то Игорь. Боже мой, как он ужасно играет. Хорошо, Игорь, хорошо, молодец, иди домой, занимайся. See you tomorrow, see you next Monday. Понимаете? Нет, вы понимаете, это вообще не так. Я могу сказать, я открою маленький секрет. Вот сказать честно, ну, конечно, люблю Альфреда. Но я, я просто, вот абсолютно не кривя душой скажу, что я получаю еще больше удовольствия от детей, которые никогда Альфредами не станут. Понимаете, научить Альфреда было для меня вот так вот. Я его сжала, и он сыграл Турецкий базар Любой Ладно, Виктория, подает какая-нибудь Ирина Петровна Нажмет, получится Альфред Подойдет Игорь Борисович Нажмет, получится Альфред Я ничего, в принципе, не сделала Не, ну может быть, я же там Его, ну он же полюбил заниматься Но я Сделала меньше, чем сделал он Понимаете? А если вы берете средничка Вот средничка, да? Средничка берете И сделаете из него вот это Вот это будет уже я, понимаете? Вот действительно я Если средничок начнет играть Играть быстро и красиво И с фантазией, это уже не он Это уже я, понимаете? Вот где свинья зарыта Если я Достаю тот же самый звук У ребенка, у которого не было Даже понятия, что такой звук существует Если я из ребенка достану такое же Чувство счастья Что можно сидеть за инструментом И вот так же летать, как вот Альфред летает Понимаете? В нем бы этого никогда никто не нашел И он не знал, что такое есть Вот где счастье Ребята, вы должны обратить Лицо у вас обращено только на Правильность На правильность На правильность На самых лучших Самых лучших Самые лучшие, они и так пойдут вперед Бах, вот у него папа, мама умерли Никто ему там не говорил Иди заниматься Он, бах Дошел же до самого конца Правда? Сам Возьмите, посмотрите в другую сторону Где целая population без вас Вот они, вы туда сказали Вот закидывают А, этот не занимается А, там, не знаю Слуха нет, да? А вот там плавают такие же Доровитые дети Просто им какие-то нужны свои Определенные какие-то рецепты Вы посмотрите Вы когда готовите оливье Или какие-то там вещи Вы наверняка ищите какие-то Новый рецепт оливье Ну, или, я не знаю Новые там блинчики Там с творогом С каким-то там Не знаю, там С вишней, да? Ну, вот это все ищите А что вы не поищите То же самое для Скучных учеников? Представляете? А вдруг Вот если бы всю вашу энергию Которую вы тратите На мужа На детей На подружки На ногти ваши Ногти Каждую неделю Там все, да? А вот это все Вот эта вся изобразительность Вы повернетесь на среднячков Представляете? И это будет ваше достижение Понимаете? Он не родился таким Понимаете? Вот это просто Невероятный воздушный шар Который вот Если бы Вот ребенка Вот правильно Потихонечку, да? Он вами увлечен Дает пьесы Выбирает пьесы Которые ему нравятся Как он хочет Его пьесы И постепенно Постепенно Вы выбираете Из него звук Дело даже не в пьесе А каким звуком Он сыграет Понимаете? Звук Или там ему технику поставить Ладошка Которая вообще Там какая-то Такая ладошка А вы ему Как-то так тихонечко Как между делом И он в 8 лет Начинает играть И никто не знает Где он был Еще 2 года назад Вот о чем Я хочу сказать Понимаете? Вот таких же детей Больше чем Алфредов Понимаете? Но нас никто не учит Раскрывать среднячков Понимаете? Никто не учит Нас и учит Ругать их Конечно ругать Ну ты тупой Что ты вообще делаешь? Почему тратишь Мое время? Ты пришел ко мне И тратишь Мое время Бери ноты в руки И шагай домой Да? Никто не учит Как заниматься Среднячками И все Вот поэтому Как бы у нас нет учеников Поэтому мы такие Как бы Недовлетворенные Своей работой Вот Так что я советую Я вам советую Получать истинное счастье В работе С детьми Которые Может быть Не будут кисенными Может быть будут Но они глубже зарыты Чем Те которые уже сверкают